приветствую всех на канале есть поесть и сегодня хочу поделиться рецептом сахарного пирога вернее одним из его вариантов буду делать с лимонной начинкой в данном случае это очень удачное сочетание воздушного пухового пористого теста хрустящий сливочно сахарной крошки и насыщенной цитрусовой нотки список ингредиентов как обычно вы сможете открыть под описанием к видео свежие дрожжи раскрошила в миску добавляю несколько столовых ложек муки от общего количества столовую ложку сахара и слегка теплое молоко тщательно размешиваю до исчезновения комочков накрою и оставлю в теплом месте минут на 20 тем временем разрежу лимон вместе с кожицей уберу только косточки положу в стакан для блендера и доведу до однородности до состояния кашицы яйцам добавляю оставшийся сахар соль ванильный сахар растопленное сливочное масло и примерно третью часть лимонной массы размешаю когда опара будет готова вливаю в нее яично-лимонную смесь размешиваю и в несколько этапов добавляя муку замешиваю тесто муку следует добавлять постепенно возможно вам понадобится другое количество вымешиваю тесто ложкой минуты две-три затем накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа подошедшее тесто выкладываю форму смазанную сливочным маслом размеры моей формы 20 на 30 сантиметров на руку обильно наношу растительное масло и прямо рукой распределяю тесто по форме после этого накрою и дам постоять еще минут 20-25 тем временем к оставшемуся лимонному пюре добавляю столовую ложку крахмала сахар его берите по вкусу я добавляю столовую ложку так как люблю чтобы начинка была кисловатой размешаю для крошки просто все разомну руками масло должно быть холодным и пока уберу в холодильник далее смоченным в растительном масле пальцем в тесте делаю углубление лимонное пюре положила в обычный пакет отрезала уголок и теперь заполняю эти углубления можно воспользоваться и специальным кулинарным пакетом накрою и дам постоять еще минут 10 затем посыпаю сахарной крошкой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40 45 а вы ориентируйтесь по своей духовке готовому пирогу дам немного остыть и можно разрезать он очень хорош как в теплом так и в остывшем виде вы только посмотрите какая получается красота мягкий нежнейший просто воздушный мякиш такой пористый и волокнистый слегка напоминает кулич внутри сочная освежающая лимонная начинка ну и дополняет все это великолепие хрустящая сливочная крошка напомню что в моем случае пирог получается умеренно сладким поэтому если вы предпочитаете послаще добавляйте больше сахара друзья не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий и подписывайтесь на канал есть поесть а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео удачных экспериментов